Ошарашивать ветки так, чтобы было максимально пушистое, и при этом она уже в уголку стоит. И получается мы собираем одну четверть ёлки, правильно? Мы соберём столько веток, сколько у нас влезет. Одна четверть. Может быть больше. Угол-то 90 градусов. Угол 90 внутренний. Ну, то есть четверть ёлки. Посмотри. Семья технарей четверть ёлки. Как я обожаю нашего Деда Мороза, он самый классный. Он очень крутой. Что тут с него... Ой, у нас кружево у Деда Мороза посыпалось. Палочку надо распрямить, а то она у него не палочка, а какой-то месяц. Да, полумесяц. С, Маша, С. Вот, тренога. Треногу надо собрать. Ага, Дед так клево. Кончик. Ну, кончик-то он не такой широкий в целом. С самого низа у нас будут проблемы, а с кончиком-то нормально. Жалко, конечно, что целиком она у нас не влезает, но ничего не поделаешь. Давай мы с тобой сортировать будем по буквам, наверное. По буквам? Так, центр. Центр, я думаю, я пока вот сюда положу куда-нибудь. Так, там на каждой ветке есть буквы, Маш. Вот здесь вот на такой наклеечке. Вытаскивай и смотри. Вот у меня F. F, по-моему... А как F выглядит? F самая большая, дай посмотрю. У меня розовая с двумя палочками. Это F. F. Да. F-ки все в одно место куда-нибудь. Ну, положи к себе. F-ки сюда положи. Держи. А сейчас верхние, наверное, все F-ки. Да, смотри, на еще F-ку. F. Ой, а это что, тоже F? Вот тут я не пойму, что это. Да, тоже F. Держи. Вот, надо все отсортировать. Так, Сая, это у нас кто? Тоже F. Может, тут F? И вот F. Ну, скорее всего, нам не все F-ки понадобятся. Ой, я еще там F-ка просто вижу. Да ты снизу-то не тяни. Сверху. Снизу-то куда? А это у нас кто? Это не вижу, кто написан. А у меня две попались. Я не вижу, кто здесь написан. Неизвестно, отказывается. Ой, мама, у меня что-то на E похоже. Это уже E, это другая стопочка. Мы уже тут несколько кучек сформировали. Это все B. B и A будут у нас последними. Так. У Маши там E, F. Это, видимо, D. Нет, это уже похоже, скорее, твой A. Отлично, A. А. Ну, это Толя. Теперь надо собирать. Где у нас наша тренога? Семь, надо собирать наши кучки. Ноги Ёлкины. Ёлкины ноги. Не-не-не-нет, нет, наоборот. Вот эта вот штука вот сюда, да. И кверх ногами в треногу. Переверни. А сначала какие буквы идут? Сначала снизу идут F. F. Потом E. Подожди пока, Маршуль. Я пока хоть палочку приготовлю. И выпрямляй веточки сейчас. F. Можно F. Давай, все F сюда тащи. Все вот эти вот? Да. Мам, помогай. О, естественно. Так. Только их нужно распрямлять. Давай, мы с тобой распрямляем и отдаем папе. Да. А папа их ставит. Хорошо? Да. Сейчас посмотрим, сколько у нас в окружности влезет. Ну, вот это вот максимум, что влезает. Сзади она. Можно на самом деле, может быть, туда еще одну поставить. Да, загнуть ее вверх. Выдвинуть вот так вот. Не знаю, мне кажется. Вот. Посмотрим, да. Вот я. В крайнем случае, переставим ее в другое место. И наберем ее полностью. Все в другом случае, хрома, да. Да, определенно. Это ты Е уже даешь, да? Да, это я уже Е даю. Отлично. Ну, в общем, в итоге вот что получилось. Такая полуелка. Машуль, еще рано, погоди. А что она? Еще рано. Я думаю, может, еще одну веточку сзади присобачить, просто загнуть ее? Давай. Какую? Какую маленькую. Вот такой хватит на самом деле. Цешки, да. Или бешки, или ашки. Ашки все стоят. А, да, ашки все стоят. Ну, бешки, бешки не все стоят. Что нам нужно? Доставили немножечко там этих веточек внизу. Так, ну что получилось? Дай-ка я посмотрю. Так, здесь загнуть немножко ветки, чтобы она не мешала шкафу. Чтобы шкаф можно было открывать, не боясь уронить елку. А то Маша как распахнет шкаф. И ух, полетят клочки по закоулочкам. Так, смотрим, что получилось. Ну, кстати, очень хорошо получилось. Встала она тут. Дима, очень хорошо вышла, мне кажется. Посмотрите, сами. Это не, отлично получилось. Ее зафиксировать только надо. Да, ее надо сейчас будет к шкафу как-нибудь. Елка вмонтирована. Ну, зато выглядит пушистенько. Вот слева там только что-то надо будет сейчас тоже. Что-нибудь тут приподнять. А, вот. Не хватает просто одно это и вот это припустить. Все, надо только ее зафиксировать, чтобы она не рухнула. А так, по-моему, все классно. Сборная елка. Сборная солянка. Мы ее так зафиксируем, что она все равно упадет. Не, надо ее нормально зафиксировать. Именно ночью. Семьми игрушками, так что мы подскочили. Ну, как, Машель, тебе елочка? Классно? Да, теперь ему хочется игрушками нарядить. Сейчас подают деньги, господи. Наряжалки. Что, я, наверное, уже шарик приготовил? Один, да? Правильно, молодец. Елка будет украшена одним шариком. Так. Не очень хорошо встала. Я уже думаю, может, нам надо было ее вот с этой стороны поставить. А, нет, с этой бы она полпрохода заняла. Да, здесь еще маленький уголочек. Или вот тут, смотрите. Ну, здесь она в проходе. Тоже в проходе обходить придется каждый раз. Среди и куда есть, в общем, какую-то сложность. Действительно. Тигры теперь у нас переезжают к окну. Тигр, да. Тигр к окну. Да, навешивай потихонечку. Сейчас, Маш, Маша. Не надо углубить. Согласна. Игрушка вообще детская. Согласна. Согласна. Но это не игрушка, это набор там всего. Там же неизвестно, что у него. Вертикальная хранилка для барахла. Ну, да. Машуль, подожди, папа зафиксировать должен елку, чтобы она не рухнула. Сейчас навесишь на нее игрушки, она как-то шмякнется. Тигр вставай вот сюда. Не-не-не, на другую сторону. Нормально. Подошла, оттащила, вытащила. Мне придется каждый раз ее соскать. А куда ты хочешь? Да, да, вот здесь и все. Это был кое-нибудь сейчас такая. Выходом на балкон. Тем более, еще реже, чем она лазит в шкаф для учебников. А тебе какое ухо оторвать? Правильно ли я? Это, 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 это. Ну, что такое? Какое ухо не нужно? Это не. Это не нужно. Не нужно? Давай, фиксируй. Давай, на аукцион. Отдаю муху Машкину. Дима, фиксируй. Ты хотел зафиксировать елку, давай, в самое время. Подожди, говорю, папа зафиксирует елку. Что ж такое-то? Меня вообще тут кто-нибудь слушает, нет? В этом доме. Да, в этом доме меня кто-нибудь слушает. В этом доме уже саппал. Что тут у нас елки какие-то висят, вот эти вот. Это же их нужно наверх. Что это такое? Что-то тут повисло, непонятно. Все надо убирать. Я уже еду. Так, ну, готов? Я думал, как фиксировать. А может мы ее вот так вот просто обмотаем вместе с игрушками, чтобы даже если она упала, ничего не было. Стречкой предлагаю обмотать. Зачем им-то, да? И этот тоже от всяких. Обычным, обычным. Ну, а как скотчем? Обычным скотчем, мне кажется. Что это было, Маш? Методология. Методология. Новое слово. Методология. Так. Все, я вроде бы все подогнула. Ну. Отлично. Будем шарик-то вешать. Сейчас папа елку зафиксирует и будем. Что ж такое-то? Я уже думал. Думал, когда мы будем. Даже, на самом деле, даже почти незаметно, что она такая вся подогнанная стоит. Под угол под этот. Нормально все, отлично. Все, прикрепили ее к шкафу. Так, только я забыл. Теперь она никуда не денется. Только я забыл, как... Только теперь она у нас криво стоит. Ну, ладно. Дядь. Ну, сильно притянули ее чуть-чуть. Ну, ладно, нормально. Ну, давай-то мне, давай, тянуть-то можно. Не надо, не надо. Все, ну. Тут возможно икрушки. Вообще, да, тянуть можно. Давай я немножко оттяну. Все. Все. Супер. Ну, разве что вот так? Ну, все правильно. И, папа, я их украшаю. Давай. Так, снег положим под елку? Да, давай. Нам как раз работу до пылесоса нужна. Хе-хе-хе. Ой, дело идет. Красота какая. Так, здесь нам уже такой самый красивый. Вау. Ой, гирлянда осталась только. А, это все? Больше не хотите ничего вешать? А я бы мишуру повесила еще. Можно и мишуру. То есть вот так будет елка, да? Ты закончила? Да, почти. Это тебе надо наверх? Это надо наверх. Самый лучший. Красота какая. А где вот эти тяжелые именные? Именные? Вот один. Угу. А вон второй вижу, да. Угу. Второй и третий. Угу. Все рядышком. Отлично. Угу. Почти рядышком. Красота какая. Вот эта вот игрушка очень-очень тяжелая. Самолетик. А вот это вот самое-самое красивое. Самое. Так себе. Ну, а здесь мне уже натуральна нужна. Бантик какой-то на девочке смотрится. Ну ладно, такой вот. Погодите. Что-то мне кажется мало игрушек, нет? Нет. Нормально? Если еще мишуру сюда повесить, так это будет вообще. Я еще и золотую приготовлю. Длинновато. Хе-хе. Длинновато? Это не мишура, скакалка. Ну вот то, что получилось. По-моему, очень классно вышло. Молодец, мышонок, очень красиво получилось. Да, мишура и бантики, еще этот красивый шарик. Ну все, теперь у нас тоже Новый год дома, да? Да. Молодец. Молодец, умница. Молодец. А вот сюда вот то, что ты хотела шарики навесить, не стоит, потому что ты одеяло будешь откидывать, и они у тебя будут постоянно падать. У тебя твои кровати... Я обычно до гвоздей не достаю одеялом. Особенно, когда заправляешь кровать. Особенно. Достаешь, Машуль. Вся кровать у тебя будет тогда... В чем? В стеклах. Зачем? Не надо. Я ее вставить будете? Да, будем. Достала свою лампу. Моя старенькая. Старенькая, но очень хорошая. Она у меня LED в перемешку с обычной лампой. Насколько я помню. Надеюсь, она до сих пор работает, потому что я очень долго ее не доставала. Ну, как бы гореть-горит, но интересно, как она полимеризует. Так, база и топ. Мой антижир. Так, и, в общем, одну ручку я уже обезжирила. Сейчас будем пробовать. Блин, руки отвыкли. Ужас. Раньше часто себе это делала, а сейчас руки отвыкли. Прям как... Не знаю, прям как будто как курица лапой. Только бы на края не попасть. Конечно, близко к кутикуле здесь вообще у меня сейчас речи не идет. Но будем надеяться. Так, попробую сначала на одном, на ноготочке. Как оно вообще полимеризуется или нет? А потому что у меня уже даже база с топом давным-давно испортились. Они же тоже недолго хранятся, насколько я помню. Сколько написано здесь хранится? Ой, так мелко написано, что даже и не разберешь. Ну, не важно. Ладно. Сейчас посмотрим. Ну что, вроде бы он полимеризуется. Вроде бы все нормально. По крайней мере, я сейчас нанесла. И нормально, все высохло, все хорошо. Сейчас буду цвет наносить. Итак, нанесла два слоя розового лака. И вот сейчас, думаю, может быть, третий нанести. Да, наверное, нанесу третий. Потому что что-то как-то не очень ярко. Хотелось бы немножечко поярче. Поплотнее, точнее. Ну все. Все доделала. Слушайте, классно получилось. Все у меня заполимеризовалось. Все засохло. Все в порядке. Ничего нигде не скользит. Супер. А я думала, уже все испортилось. Ну, очевидно, что производители немножечко привирают по сроку годности шелаков. Все, я все доделала. Слушайте, я безумно, безумно довольна просто. Видимо, я опять буду какое-то время делать. А может быть и нет. Не знаю. Сама. Не могу на елку налюбоваться. Красивая такая. Вот она. Алла. Маша. А где папин? А, папин с этой стороны, по-моему, да? Папа, где-то вот с этой стороны. Вот, по-моему, здесь где-то был. Подожди, ты где? Тут самолетик вы перекрыли. Тут самолет. Дима, а где твоя именная? По-моему, я именная. Именная шарик твой. Не знаю, уже находили. Так она его повесила, только мы теперь его найти не можем. А, вот он, вот он, вот он. Вот он, Дмитрий. Дмитрий. Все нашли. Повесили, сами потеряли. Мне еще вот эта нравится избушечка наша. Я уже не помню, откуда она появилась, кстати, тоже. Нам ее подарили. Красота. И уже кто-то письмо положил Деду Морозу, да? Да. Димка тут что-то кашеварит. Ножки куриные. В горчице и в майонезе, да? Сырки. Ну, я в майонезе зря положил. Я хотел сделать с лимоном, а сначала положил майонез, потом подумал. Ну, курица с лимоном, кстати, нормально вышла. Вкусно. Да, но только при этом майонез не кладут. Ну, да. Сейчас они дожариваются, а то мы их достали, а там еще пока ножки сырые. Ооо, вот это красота, действительно. Слушай, елка шикарная просто получилась. Маша. Это все благодаря мне и папе. Да, это все благодаря тебе и папе. Умница. А ты, по-моему, вообще больше всех нарядила ее, да? Ооо. Какая красота. Смотри, какая. Пышная, классная. Даже непонятно, что у нее задеветок почти нет. Пришлось утрамбовать елочку слегка. Слушай, супер получилось. Молодец. Умница. Все, мышонок, спокойной ночи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА